Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Мы продолжаем проходить Skyrim. В последней серии вчера, ну для меня было вчера, для вас вполне возможно, что сегодня. А мы попали в Виндхельм. Я точно не знаю, просто как там вторая серия будет. Короче говоря, у нас в спине торчит вся эта хрень. Я не знаю, как от этого избавиться. Ждем патчи. Меня это, честно говоря, раздражает. Мы в местной таверне. Давайте осваиваться, что есть вообще в этом городе. Что да как. Каждую ночь я гуляю по кварталу серых и говорю этим красноглазым все, что о них думаю. А, ты у нас расист, значит. Эй, ты, любишь темных эльфов? Убирайся из моего города, мразь. А, мне не нравятся твои отношения. Не нравятся? Твои проблемы. Это наш город. Наш. Думаешь, я тебя не побью? Ставлю сотню, что я тебя так отделаю? Мама не узнает. Ну, давай. Хорошо. Только кулаки. И никакой магии. Давай. Давай, сука. Давай. Бей этот падла в того. Ах ты, мразь. Давай, давай. Я тебе покажу. Блин, как эльфов не любить. Скотина. Он аж от страха в дверь головой залез. Как страус. Давай, вставай. Это был нечестный удар. Ага. У меня перчатки-то вон какие заостренные. Деньги мои, давай. Да. Вот, держи. Так оно и бывает обычно. Кто за базаром не следит, того жизнь учит. Ну ладно. Подняли себе маленькую самооценку. Ой, кто там кошку за хвост дерет, а? Кто поет так отвратно? А, про меня поешь? Валтсия. Я плаваю на северном ветре. Мы сейчас стоим в Виндхель. Да подожди. Вот тут у нас Сусанна какая порочная. Как Эльда может ненавидеть темных эльфов, если почти ничего о них не знает? Сусанна, не уходи. Я вам этого не говорила, но если хочется выпить по-настоящему, посетите клуб в квартале Сев. Меня гипнотизируют твои... глаза. Скажем так. Так как ты у нас так отвратно поешь. Могу я сказать песню? Чем могу служить? Нет, я передумываю. Так, что у нас тут за сброд еще есть? Йора. Тебе известно, кто такой Талос? Это он создал империю. Да пребудет с тобой благословение Абрея. Я его уже хапнул. А еще рад меня видеть, да. Вот ты выглядишь опасно. Возможно, ты мне как-то сможешь быть полезен. Если ты ищешь наемника, то он перед тобой. Нет меча сильнее во всем Скайриме. Слушай, а вот это мне, наверное, и нужен, да? Если ты ищешь самого сильного из всех наемников Скайрима, то больше искать не надо. Слушай, мне и твоя внешность нравится. Такой брутальный мужик будешь оттенять мою женоподобную фигуру моего эльфа. Так, у меня есть 500, нет? Понял. У меня 476 печально. Ну, надо будет сюда вернуться. А до Наталиан Леотелли? До сих пор не верю, что Изабеллы больше нет. Такая была чудесная девушка. А чё сне стало? Короче, тут у нас сидит наемник. Я не прочь воспользоваться услугами. Только нам сначала надо распродать те горы оружия, всяких прибамбасов, которые мы набрали путешествия в эту сторону. Так что, ищем магазин. Темный эльф, кстати, блин, приколе. Интересно, если бы я играл темным эльфом, мне бы тут также были не рады, как всем остальным представителям этой расы. Так, и вот у нас стуженый винт Хель. Тут я, честно говоря, пока совершенно не ориентируюсь. Но я думаю, это временно. Единственное, что меня раздражает, то, что во мне две такие вот здоровенные иглы торчат. То есть ранение несовместимой жизни. Блин, музыка опять из Мороуинда. Все-таки, насколько я считал, что Мороуинд будет трудно превзойти. Во, кузнец. Но Skyrim пока что выглядит даже более проработанной игрой, чем Мороуинд. Настолько все хорошо. И правда. Извини. Спасибо, что сказала. Так, кто из вас главный? Работать в Винтхельме здорово. Иногда удается увидеть Ульфрика совсем близко. Похоже, ты действительно восхищаешься Ульфриком. Каждый Норд должен восхищаться. Ухажается со всех нас. Эй, а куда второй ушел? Идем. 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 А где продавец-то? Или ты продаешь? Никогда не думала, что Ульфрик окажется таким, как в рассказах. Я не особо люблю стоять на завальне, но мы должны помогать в Ульфрике. Если наш воин убьет моим мечом имперского судьба, я буду нашли встав клаш в освобождении нашей страны. Так, возможно, здесь ваш магазин. Дом кузнеца. Блин, ну. Хозяева. Сколько времени-то? Время два дня. А вот ты. Потерял я тебя. Можно что-нибудь выковать? Что у тебя на продаже? Выгляди. Так, у тебя есть стрелы. Это уже хорошо. Эльфийские есть стрелы? Кстати говоря, есть. Но их маловато. Но я думаю, мне больно-то они и не сильно пригодятся. Смотрите, какой кинжал, да? Ладно, давайте наши сначала продавать. Так, сначала оружие. Двеймерский меч. Кирку оставим. Кирку оставим. Стеклянный кинжал тоже оставим. Он очень хорош. Фаунерский пакостный меч. По одежде у нас продавать, к сожалению, нечего ему. Шкуру тебе отдадим. Так, хорошо, ладно. Если нужна броня или требуется новый меч, обращайся ко мне. Сейчас мне нужно вашего травника и галантерейщика найти. Чтоб сбагрить им все остальное. Вот, похоже, как раз таки алхимики. Посмотрим, что можно вам продать. Вообще, довольно реалистично, что... Покупают только те товары. Мастер, вы слишком стары для таких путешествий. Мы не знаем, что внутри. Я... И вам... Я могу... Я могу сейчас. Сами видите, вам плохо. Посидите, я вам принесу лекарство. Ба, если бы от моей хвори было лекарство, я бы его давно нашел. Чё происходит? Разгадка так близка. О чём вы спорите? Это дело моей жизни, вот и всё. Я наконец-то вычислил местонахождение белого флакона. Это чё? Мяснослий мальчишка не позволяет мне забрать его. Да ты старый, еле стоишь. Я могу принести его тебе за определённую плату, конечно. Ты это сделаешь? Смотрите, его слуга телепортируется туда-сюда. Он был захоронен вместе со своим создателем Куралмилом во всеми позабытой пещере к западу отсюда. Куралмил был изобретателен даже в вопросах смерти. Нужно быть мастером алхимии, чтобы добраться до его могилы. Это плохо. Тебе повезло. Я уже сварил нужное зелье. А это хорошо. Возьми, пожалуйста, не мешкай. Я уже и так потерял здесь слишком много времени, споря с моим никчёмным помощником. Хорошо, что у тебя есть на продажу? Богатый ассортимент зелий и препаратов для алхимика. Так, я продам тебе вино. Вино. За по здоровью. Тут хорошо. Так, что у меня вообще? Разные нужные зелья. Тут я не думаю, что что-то стоит продавать. По пище тоже обойдёшься от ингредиентов. Подожди. Неужто у меня так мало всего? Что-то я даже не знаю. По оружию у меня посох есть. Вот его бы продать, конечно. Вот такой посох есть. Но их нужно продать какому-нибудь магу. По одежде у меня есть вот какие одеяния. Много хороших вещей. Да будь для меня флакон, дурья башка. А то веришься, он для тебя вообще будет. Дурья башка. Пойдёмте к галантерейщикам поищем, что ли. Может, вам что можно продать. Так, купи у меня аметист, гранат, тарелку. Откуда у меня тарелка? Так, вот. Ты у меня купишь вот это. Конечно, у меня красноречие плохо прокачано, поэтому за смешные деньги покупают всё это. Дожжённые. Нет, к сожалению, я не маг, поэтому не буду пользоваться этой штукой. Так, ещё я смогу продать вот такую вещь. 44. Давайте её продадим, чего уж там не монет. Хорошо. Так, а что у тебя есть на продаже, кстати говоря? Ты посмотри, да? Ладно. Обязательно посетите подержанные товары с Адрии в квартале Сервис. Хилеви, что у тебя есть на продаже? Всё, что есть, всё на прилавке. Ага, ты у нас покупаешь только такие вещи, понятно. Вот ты у нас купишь, я думаю. Я с радостью путешествовал. Да, немного того, немного сего. Так, у тебя чего? В принципе, неплохой выбор. Не по моей части, конечно, побольше. По большей части. Не по моей части. Так, вот это мы тебе продадим. И в принципе, уже не так уж и много осталось. Вот это продадим. Хотя у тебя, конечно, за 26 продадим. Уже надоело просто. Мой кузен борется с драконами. Так, сколько у меня стрел вообще? Стрел у меня 5 всего. Надо купить эти 12. Вообще, буду поменьше им пользоваться. Только в самых необходимых случаях. Потому что это тоже наутыгрыш роли. Так, подожди. У Грома. Кстати говоря, лучше мы его. Или не лучше. Покупаем. Если нужно. Мой. Так, мой меч. Мой лук. Мой лук лучше, по-моему. Броня или требуется новое. Нужно что-нибудь. Ну-ка, посмотрим, что доброму воину нужно. Да, в принципе, у меня такой же. Только у меня горение. А тут грома. А так как здесь все твари такие ледяные... Нильс? Ты кто? А, так как все твари здесь в основном суженные, то мой огненный урод на них действует очень хорошо. Что у нас кладбище местное. А тут что? Храм какой-то. Зал мертвых. Ну да, типа морг. Ладно, ходим и следуем. Драконы. Ходим, смотрим. Осматриваемся. Это у нас что? Красивая такая вывеска, надо сказать. Дом клана Роскова Тыщит. Закрыто. Дом Виала Джордана. Закрыто, причем на Эксперта сразу. Что у нас здесь? Дом Херри нужен ключ. Видимо его можно купить. Но мне, честно говоря, тут не нравится. Тут очень холодно. Дом клана Жестокое Море. Ты посмотри. Большой город. Пока что, по-моему, даже больше, чем... Какого там, Вайтран? Вы не говори. Просто. Как будто это так не работает. Блин, вот дыло. Высокая какая. Так, откуда нас приведет? Запутанная архитектура, надо сказать. И вот здесь ночью опасно наверняка ходить в город. Просто идеальное место для засад. Королевский. И если ты тут какой замок, хоть пальцем ковырнешь, я тебе устрою кару божью. Я тебя не боюсь. Так, вот таверна. В дворец, я думаю, пока мы не пойдем. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас какая-то странная вывеска. И развилка, опять же. А здесь, похоже, второй выход, да? Да, второй выход. Ладно, осматриваем город до конца, а потом пойдем за этим белым флаконом. Приходилось слышать о тебе и твоих сладких речах. Обо мне? Ты же видишь, как мы живем. Кривые улочки, развалившиеся лачуги. Я полагал, что квартал серых станет спокойным пристанищем для моего народа. Никогда не думал вернуться в Морроуинд. Ни дня не проходит, чтобы я не думал о возвращении на землю предков. Но пусть и приходится ежедневно терпеть притеснение Ульфрика и его людей, меня здесь многое держит. Собираться, опять же, надо, обустраиваться на новом месте. Кроме того, Амбарис не сможет управлять клубом в одиночку. Ну и сиди на жопер ровно, пока вас убивать не начнут. Давайте посмотрим, что у него есть. Возможно, ему что-то еще сбагрим. Хотя у меня там, по-моему, продавать-то уже особо нечем. У меня для всех найдется что-нибудь подходящее. Позови меня, если что понадобится. Как у тебя уютно тут. Весь мой товар законного происхождения. Чего я не могу сказать о некоторых других торговцах. Ничего украденного, совсем ничего. Конечно, никаких ворованных вещей тут нет. Нужно быть бессовестным тупым идиотом, чтобы покупать ворованное. Да ты гонишь. О, Казура, я совершил ужасную ошибку. Я купил золотое кольцо, а у Виолы Джорданы пропало как раз точно такое же. Не повезло. Просто и оно. Так, что у тебя есть на продаже? Да немного того, немного сего. Воровством, значит, промышляйте. Так, слитки оставим. Куча зелий. Да, в принципе, похоже, все, да? Больно-то продавать нечего. Надвежьи когти. Ключки оставим. Так, даже не знаю. В принципе, все, я думаю. А вот еще вот эти остались. Все, хорошо. Пока-пока-пока. Парад сюда уходить, похоже. Кто говорил, что здесь мальчик какой-то, который может вывести меня на Черное Братство? О, не ты, кстати говоря, случай. Нет, ты явный мальчик. Работа на ферме тяжела. Иногда можно отдохнуть. Но приходится тогда слушать братьев, помнящих о несоприменении. Клуб Новый Гнисис. Так. Тут у нас нигде мальчиков не видать. Ну ладно. Кстати, мне сказали в комментах, как можно качать скрытность. В Ривервуде есть лучник, который обучает стрельбе из лука, по-моему, что ли. И, короче говоря, ему вкачиваешь все деньги на обучение стрельбы из лука, а потом воруешь у него карманный стражей. Ой, карманный кражей. И по-новой. И так до победного результата. Ну, то есть, можно этим заняться. Но я не думаю, что я буду это делать. Что-то какой-то клуб у вас, я бы сказал, хреновый. Куча мусора. Конторская книга. Ладно. Похож, пара выходить из этого стуженного города. Малтир, ты не скажешь, что-нибудь? Последнее время в клубе вечером яблоку негде упасть. Эльда из очага. Эльда из очага и свечи. Знаем такую. Конечно, работа на Балфриду не лучший выбор. Но что тут еще делать дантеру? Потом укрой. Был одним из лучших солдат братьев Гури. Пока однажды мне не вогнали вечер. Какой страшный. Бусничеку. Мясник может прятаться где угодно. Мясник. После того, что произошло с теми женщинами, я беспокоюсь за собственную жизнь. У вас что, тут маньяк местный Чикатило завелся, что ли? Печально. Уф, ладно. Так, давайте-ка мы. Белый флакон. А она у нас стоит на главном. Так что я думаю. Думаю, сходим мы туда. Горожане называют меня капитаном, потому что в свое время я ходил в море. Я потерял семью много лет назад. По правде говоря, я не знаю, что меня еще держит в этом мире. Народ говорит про убийство. Я слышал. Это настоящая беда. Похоже, по Вентхельму разгуливает убийца. Насколько я знаю, на его счету уже три жертвы. Хотя, может, их и больше, просто тела пока не нашли. Все жертвы молодые девушки. Будем надеяться, что стража быстро отыщет эту мерзкую тварь и отправит ее на плаху. Понял. Так, пожалуй, я пойду найму того наемника за 500 септимов и отправимся уже за белым флаконом. Потому что выглядит этот воин, надо сказать, внушающий. Как раз такого мне и нужно. Ну че, Стэнвар. Если ты ищешь наемника, мой клинок остер. Я жажду битвы. Вперед! Хорошо. Пошли. Ты с двуручной, да? Я просто почему не пользуюсь услугами Лидии, потому что я не люблю, когда женщины выполняют мужскую работу. Пусть лучше за домом моим ухаживает. Девушка симпатичная погибнет, будет обидно. Кстати говоря, местного маньячим надо будет потом изловить, как-нибудь ночью выйти в город. Я думаю, таким образом мы его и найдем. Но сейчас, блин, какой противный молодой человек. Сейчас нам нужно найти таки белый флакон. Я думаю, это будет интересно. Сейчас, я думаю, в этой серии мы туда доберемся, а в следующей начнем исследовать, что бы там ни было. Так, где она находится? Угу, довольно близко. Вот так по берегу мы пойдем и по дорожке как раз туда и придем. Так, ты со мной? Со мной. Жаль, я не знаю, где моя лошадка. Так, я тут не смогу случаем как-нибудь спуститься. Нет, к сожалению. Или к счастью. Днем, а когда они сыпят постоянно снежные крошки, ну, так маленько, конечно, снег идет, но днем выглядит этот город, надо сказать, гораздо так, гораздо лучше, в общем, чем когда в первый раз я сюда пришел, тут было настолько уныло и пасмурно, что мне даже не понравилось. Так, ну и вот, видимо, по этой дороге мы и направляемся туда. Надеюсь, без приключений особых доберемся, а то опять кровавый дракон нападет, это будет печально. Пока что я, к сожалению, справиться с ними не могу. Не хватает у меня силенок. Туда ведет дорога, но нам нужно идти сюда. Суровый, но красивый край. Там у нас кто? Волк? Или баран? Баран. Так, кстати говоря, нужно поставить эмфийский меч. Потому что луком я пока буду пользоваться по минимуму. Пока стрелы хорошие, очень трудно достать. Во, мостик хорошо. Я думал, придется вброд переходить через ледяную воду, мне бы этого делать не хотелось. Хотя, собственно, людям, которые играют ради кача, прокачки против прочих глупостей, на это насрать. А когда полноценно играешь в ролевую игру, ролевая она от слова, собственно, роль. Вот, играешь роли. Тогда вот на такие мелочи начинаешь обращать внимание. блин, мне уже кажется, что дракон прилетит сейчас. Что у нас здесь находится? Тут я не был еще. Еще какая-то лесопилка деревня. Кардир. Ой, Кадрир. От чужаков вечная неприятность. И не говори. Эй, Ири, главное, поговори с ней, если хочешь, подработай. Да сейчас я не уверен. На обратном пути возможно, ребятушки. Сколько времени, кстати? Семь вечера. Плохо. Опять на ночь глядя идем. Так, ладно. В принципе, недалеко идти. Так что... А там под землей уже неважно, день, ночь. Так, нам куда-то туда. Тут у нас что за по разгару разграбленная полоска? Или просто брошенная, потому что трупов-то рядом не видать. Ох, как прям чувствуется, как тут холодно. На том берегу я вижу... А это не на том берегу. Ну, волки, в общем. Они мне не опасны. Тратить на них время и внимание не считают целесообразным. Так, тихо. Надо сохраниться. Это что это там такое? Непонятно. Прячемся. Я надеюсь, с тебе со скрытностью все хорошо. Если ты меня будешь палить, то это будет печально. Это что, я надеюсь, это не то, что я думаю. Если это опять мать дымок, то... это плохо. Что-то было. Теперь оно там, да? А, это просто эти ледяные приведения. Ну-ка, давай прояви себя. Смотри, как лупит. Хорошо, да? Хороший воин. Так, все, она бежит. Да не преследуй ты ее. Ну ладно. В меру кровожадность это ничего плохого. Все, мы почти пришли уже. Про какой-то зелье он говорил. Возможно, тут не так просто будет зайти. Так, тихо. Кто-то ходит. Опять сохранимся. Тут у нас какой-то похожий крипт. И туда мы зайдем на обратном пути. А вот ты кто? Гонец важный груз. Нет времени болтать. Груз важный, говоришь. Простите меня за мою черствость. Мычка. Так, эта книжка мне не пригодится. Вот уже не зря. Письмо. Давайте почитаем. Что за важный груз? Ничего важного я пока не увидел, честно говоря. Так, письмо. Уважаемый инвестор, вы Рамбльтхар. Опасное место. Мы столкнулись с сопротивлением со стороны местных обитателей. Я знаю, что это уже не в первый раз, но если бы вы могли предоставить нам несколько человек и припасы, мы уверены, сокровища оттуда окупили бы все ваши вложения. На этот раз наверняка. Если вы не согласны, значит нам придется покинуть Белый берег и искать счастье в другом месте. Надеюсь, на скорый ответ. Это мы удачно поступили. Карта обновлена. Так, подожди. Видимо, что-то на карте появилось, но сейчас я не буду это искать. Вот и цель нашего путешествия похожа. Но я сразу предупреждал, что я буду играть с фулачным персонажем. Так, подожди, это оно нет вообще? Забытые пещеры. Да, похоже, оно. Хорошо. Посмотрим, что нас тут ждет. Ну, вообще, как тут холодно. Вообще, я думаю, что сейчас мы прекратим. Начнем исследовать пещеру в следующей серии. Так что, в общем-то, с вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова